Всем привет, уважаемые подписчики! С вами Олег Детройт и ТОП новостей за 11 февраля 2015 года. Итак, поехали! Первая новость у нас в том, что Рапид Шара объявляет о прекращении своей работы. Да-да, вы скажете, как так? Она же так много просуществовала и закрывается. Ну да, как сообщается на их официальном сайте, у них даже есть там такая, так скажем, табличка, когда заходишь туда. И там написано, что с 31 марта 2015 года мы закрываемся и просит всех, если у вас есть какие-то важные там данные или еще что-то, и я обращаюсь к вам, если они у вас там есть. Хотя у нас это не очень как-то, так скажем, расшарено это Шара. Вот, но если есть, лучше оттуда все достать, потому что все учетные записи, все аккаунты и вся информация будут оттуда срочно удалены. Значит, швейцарский сервис Рапид Шара был запущен в 2002 году. Это представьте, сколько он, так скажем, пробыл на интернете. В апреле 2012 года Рапид Шара была одним из 50 самых популярных сайтов в мире, вы представляете? Совсем недавно он был знаменитый на 50-м месте во всем мире, а сейчас его просто закрывают. Ну, не знаю. У нас был раньше такой файломбеник, Mega Upload, кажется, он так назывался. Вот, там был директор Kim Dotcom. Он даже песни, по-моему, сочинял, и на Ютубе у него есть пару роликов. Но она, к сожалению, тоже закрылась. Как сообщается, почему они закрываются? Да потому что на них начали подавать все в суд и прочие дела. И они хотели, так скажем, перетрансформироваться в... Как же это называется? Сейчас я узнаю. В общем, не успели они свой сайт переделать в облачное хранилище данных, как это сделал, например, Google Диск, по-моему, или как у них там называется, Друпбокс, и еще что-то есть у нас такое знаменитое в России. В общем, они не выдержали конкуренции, уволили там, по-моему, 75% всех своих рабочих, и, в общем, они сами все это запустили и пустили все к чертям, и поэтому они закрываются. Вот так-то. А следующая новость у нас от Apple. По-моему, ни один еще выпуск не обошелся без новостей от Apple. Так в чем же вся новость, скажите вы, и я вам отвечу. Apple стала самой дорогой компанией в мире! Минувший вторник, 10 февраля, на закрытии торгов в Нью-Йорке, акции Apple выросли на сумасшедших 1,9%, превысив отметку в 122 доллара за штуку. Вы только представьте, благодаря этому капитализация Apple достигла рекордного значения 710 миллиардов, что делает ее самой дорогой американской компанией в истории. Вы только подумайте, на данный момент по общему объему актив Apple вдвое опережает Google. Вы представляете такого гиганта, как Google и Microsoft. Восемь раз опережает McDonald's. Гребаный Рональд Макдональд. И вы только представьте, внимание, в 24 раза она опережает Twitter. Даже стоимость самой крупнейшей компании, Exit Model, у нее и то, так скажем, стоимость ниже. Вот вы представьте только, она составляет всего 384 миллиарда. Так что вот так вот такой вот Apple супергигант оказался у нас. Новости игровой индустрии. Долгожданную Fallout 4 презентуют в рамках E3 2015 года. Возможно, также демонстрация еще таких новых частей, как Doom и Axl Scrolls. Elder Scrolls, извиняюсь. Да, как-то она так вот называется. Я просто не играл в эту игру и как-то не сразу понял, что за такая игра. В общем, ряд ведущих геймерских изданий заявляет, что гигант игростроя Softworks в рамках выставки E3 2015 приведет собственную презентацию, где, по всей видимости, предоставит новые продукты. Подробности на данный момент не разглашаются. Однако эксперты уже выстроили свой список желаемого. По их версии, главным кандидатом является продолжение легендарной франшизы Doom. Doom, да-да, такой франшизы, как Doom. А второе место, конечно же, занимает постапокалиптический RPG Fallout 4. Не путать с Fallout 4. Хотя его, по-моему, еще нет. Так что вот такие вот новости. Да, и, кстати, Doom не путать с дом, потому что многие путают очень с домом 2. Ну и последние новости. В бета-версию нового Battlefield Hardline сыграли 6 миллионов человек. Вы только представьте, это абсолютно рекорд. Необычный интерес пользователей к новой игре прокомментировал генеральный директор. Вау, мы проделали отметку в 5 миллионов пользователей бета-версии Hardline. Я очень горжусь нашей компанией. Ну и, в общем, все такое. Позже разработчики заявили, что количество сыгравших пользователей превысило отметку в 6 миллионов. До релизной финальной версии игры осталось всего 5 недель. Однако разработчики заверили, что все ошибки и недочеты грядущей Battlefield будут исправлены. Уверяю вас, мы справимся с этим, как он сам сказал. Ну что ж, в общем, ожидаем выхода Battlefield Hardline, чтобы ее погамать немного. А на этом у нас все, новости закончились, так скажем, интересные новости закончились. Если будут какие-то еще интересные новости, обязательно запишу и завтра топ новостей. А на этом у нас все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. А я с вами прощаюсь. С вами был Олег Детройт. Всем пока.